Привет-привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видео о пустых баночках. Покажу вам, какие именно продукты у меня закончились в последнее время и расскажу свое краткое мнение о них. Оставайтесь со мной, будет интересно! Вот такая вот гора косметики у меня закончилась. Давайте расскажу вам чуть подробнее. Маска для лица Rose Steam Cell от Peter Thomas Rose. Она, по идее, должна восстанавливать и увлажнять. Очень приятная вещь. Я этой маской довольна. Как видите, я ее, к сожалению, вылизала тут до последней капли. Но сейчас я посмотрю, возможно, у меня есть еще одна. Да, в полной своей версии она выглядит вот так. То есть это гелевая маска, такого вот милого розового девчачьего цвета гель. Вот эта закончилась, я уже купила новую, так что продукт классный, рекомендую. Много продуктов для волос. Увлажняющий кондиционер от компании Calral. Как-то так он называется. Не понравилось. Ничего я не почувствовала. Волос он особо не разглаживает, особо не увлажняет. Ну, как бы, нет, больше не куплю. Давайте уже, может быть, закончим с волосами. Лак для волос. Вот такой вот. Марка, по-моему, называется Lizab, если я правильно читаю. Это должно быть, насколько я понимаю, записание, такой натуральный эффект давать. Но, честно говоря, эффект он не дает никакого. Я не почувствовала ничего. И, по-моему, здесь даже еще полфлакона осталось. Но я его выбрасываю, потому что не понравился. Шампунь увлажняющий от марки российской Estelle нравится. Очень нравится. Покупаю его на постоянной основе. Он, знаете, дает такой эффект, как будто ламинированных волос. То есть, действительно, очень хорошо их разглаживает. При этом не утяжеляет. И волосы остаются чистыми 2-3 дня. То есть, вот это увлажнение чувствуется по всей длине волос, а не остается каким-то жирным таким налетом на корнях. Да, нравится. Буду покупать еще. Закончилось у меня вот такое вот масло для тела от компании Natura Siberica. Здесь написано, что это от Алены Ахмадулиной. Поэтому, девочки, честно сказать, я не знаю, была это лимитка или нет. Я покупала в фирменном магазине Siberica, где такой всегда большой ассортимент. Мне очень понравилось. У него божественный просто аромат. Он какой-то натуральный, такой немножко с кислинкой. Здесь вот что-то чуть-чуть осталось, но уже даже, наверное, засохло. Он моментально впитывается. При этом вот этот вот легкий нежный аромат, он достаточно долго остается на коже. Поэтому, да, если встретите, смело пробуйте. Я осталась очень довольна. Не закончилось, но ругаюсь и выбрасываю вот такой вот гель для мытья кистей от Real Techniques. Он вообще ничего не делает. Вот просто. Я делала к нему подходов пять. Ну, потому что это, по идее, марка, которая занимается производством кистей. И она, по идее, должна сделать хороший, качественный продукт для их мытья. Нет. То есть, после того, как я кисточки мою, они даже высохнуть не успеют. Но я уже чувствую, что они не промылись. Они грязные. Мытье занимает в два раза больше времени, чем обычно. Поэтому, на мой взгляд, гадость редкостная. Не покупайте. Очищающая маска от компании Glam Glow. Белая их маска. Классный очень продукт. Действительно, виден результат после первого применения. То есть, если у вас есть вот тут вот эти черные точки, она сразу же их уберет. Возможно, не все, но большинство. Так что, могу рекомендовать. Действительно, хорошо работает. И, кстати, ее можно точечно использовать на прыщи. Если есть какие-то воспаления, наносить, ну, и оставлять там на какое-то более длительное время, на час, например. Очень хорошо подсушивает. Классный продукт. Могу рекомендовать. Крем для рук от марки Вилета. Хороший, приятный крем. Достаточно быстро впитывается. В целом, я осталась довольна. Сейчас я пользуюсь чем-то другим. Но, если наткнусь на него, и мне нужен будет крем, запросто куплю. Лосьон для блеска волос от компании Альфа Парф. Кстати, у меня он есть целый. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит целая баночка. То есть, как вы поняли, он мне нравится. Поэтому я его покупаю снова. И, да, действительно, я им пользуюсь уже несколько лет. Он очень хорошо разглаживает волосы. Действительно, придает им блеск. И мне кажется, что с ним у меня даже как-то лучше держится укладка. Плюс ко всему, мне очень нравится вот такой вот формат маленьких баночек. Во-первых, с собой возить удобно. Ну, и, во-вторых, при том обилие косметики, которые есть у меня. Мне не хочется покупать какие-то очень большие версии чего-то, чтобы попробовать. Просто из-за интереса. Оно все равно периодически портится и приходится выкидывать. И с этой точки зрения, такие вот маленькие баночки, они очень удобны. Ну, и продукт в целом качественный. Поэтому, если где-то увидите, наткнетесь, советую присмотреться. И еще один увлажняющий крем от компании Сибирика у меня закончился. Вот такой вот ночной крем для тела. Вы знаете, с учетом, что он продается на каждом шагу и в каждом супермаркете, очень даже неплохая вещь. Он достаточно хорошо питает, увлажняет. При этом цена приятная. Я, конечно, знаю лучше, но когда ничего другого нет под рукой, им запросто можно воспользоваться. Сказать, что он прям вау, как мне нравится, я не могу. Но если вы ищете что-то бюджетное и очень доступное, посмотрите. На этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно поможет вам сэкономить, не накупив каких-то бесполезных продуктов. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь. Новые видео на моем канале каждую неделю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok